Ах квадрат плюс bх, чтобы не путаться со знаками, давайте, например, считать, что а больше нуля. Что такое производное? Это 2ax плюс b. Давайте поделим с остатком на 2ax плюс b. Ну, собственно, это очень легко. Теперь пишу плюс. Здесь надо делить на 4а и умножать на b. Замечательно. Будет bх пополам плюс b квадрат делить на 4а. Здесь получается c минус b квадрат делить на 4а. Отлично. Как вы помните, это надо взять с минусом. Значит, следующее вот это вот число, это будет b квадрат минус 4а делить на 4а. Отлично. Давайте теперь посмотрим, сколько корней у этого уравнения от минус бесконечности до плюс бесконечности. Ну, на минус бесконечности, если мы договорились, что а больше нуля, то этот знак будет положительный, это будет штука отрицательная, а эта штука будет такого знака, как знак дискримината. Вот. Дискриминат как раз и есть брахмата минус 4а. Теперь, на плюс бесконечности. Здесь по-прежнему будет плюсик, здесь будет плюс, а здесь будет знак дискримината. Так вот, если дискриминат отрицательный, то здесь одна переменная знака плюс, минус, плюс. И здесь одна переменная знака плюс, плюс, плюс. А если дискриминат положительный, то здесь две переменные, плюс, минус, плюс. А здесь ноль переменных, плюс, плюс, плюс. Значит, если дискриминант меньше нуля, то происходит переход от плюс-минус-минус к плюс-плюс-минус. Количество перемен знака не меняется. Если же дискриминант больше нуля, то происходит переход от плюс-минус-плюс к плюс-плюс-плюс. Мы с вами сделали то, что в общевызывательной школе делают в 8 классе. Правда, конечно, хитрым способом.